Доброго всем времени! Эта тема вообще абсолютно вот так вот спонтанно возникла, хотя, конечно, сама тема уже очень злободневная, уже, конечно, порядком достала всех. Расскажу вот о чём. Обманщики, сволочи, шарлатаны ВКонтакте и Ютубе. Начну с ВКонтакта. Есть у меня девочка. Имя, естественно, я изменю, потому что она не хочет, я уверена, и как бы мне незачем её имя называть. Назовём её Леночка. И вот она мне говорит, слушай, а ты знаешь такую-то, такую-то? Она у тебя в друзьях. Я говорю, ну сейчас посмотрю. Да, действительно, человек у меня в друзьях. Действительно, чёрные страшные глаза, чёрные ногти, картинка с интернета, чёрная-чёрная злая ведьма, естественно. Ни одной своей фотографии нет. И на странице постоянно. Акция на отливки. Акция на привороты. Только сегодня акция на денежный канал. Акция на чистки. Акция, акция, акция. Акция только на то, чтобы вправить мозги и включить голову. У неё этого, конечно же, нет. Так вот, она пишет моей Леночке. Она говорит, слушайте, а у неё статус написано, что она замужем, всё. Я чувствую, что вот у вас будет в течение там какого-то года, месяца ребёнок, возможно, беременность. И даже, возможно, девочка. Но для этого нужен обряд с яйцами. И только сегодня по акции он будет стоить столько-то. Ну, конечно, мне перед этим нужна диагностика. Ну, конечно же, она платная, естественно, будет. Но вот только сегодня она будет дешевле для вас. Люди, никогда ни один уважающий себя человек не будет рыться по людям, кто там у кого в друзьях, для того, чтобы осчастливить вас тем, что у вас будет девочка, что у вас будет мальчик, у вас будет зайчик. Вы понимаете, что настолько загружены эти люди, что они, когда сидят ВКонтакте, они не будут ставить кучу вот этих вот страшных картинок, да, ни одной своей фотографии, ни одного вообще ничего, нет информации. Подписка на Дом-2 у неё, я увидела. И вот приворот порча, приворот, акция приворот, акция порча. Всё по интернету. То есть никогда человек, который этим занимается, не будет вам предлагать, навязывать свои услуги, говорит, что это нужно очень срочно сделать, и только сегодня по акции. И высылает ещё такая фишка голосовые сообщения, что вот типа вот больше доверия через ВКонтакт не будет, потому что у практиков работы вот так. И работы очно по интернету всяко работают. Во-первых, меньше, и никто сам себе людей вот так вот не ищет. То есть я к чему говорю? Никогда никого не нужно добавлять в ВКонтакт левых людей. То есть вы думаете, вы добавили человека нормального, что человек хочет с вами общаться на какие-то темы эзотерические, обмениваться опытом. А человек просто как шакал добавляется к вам ВКонтакте и тупо по всем твоим людям пишет. А у вас будет мальчик, а у вас будет зайчик, у кого скромные аватарки, скромные фотографии, а вот у вас проблемы с деньгами, а вот у вас проблемы, извините, жопой, а у вас головой. То есть выискивает у кого что слабое, у кого нет личной жизни, кто не замужем, тому пишет, что о вас придёт любой, у кого деньги, тому деньги. То есть там по фото, в принципе, по людям видно. У кого где тонко, да, где тонко там рвётся. Не ведитесь на это, пожалуйста. Никогда ВКонтакте никто себя уважающий писать не будет. Если нет ни одной её фотографии, хотя даже если фотография и есть, это может быть фото её левое. Это всё мёртвые фейковые страницы. Многие, кто на них работает, они уже давно сидят в местах не столь отдалённых. У них тоже есть там интернет, они сидят и вот это вот так вот разбудят лохов, как они говорят. Хотите, чтобы вас развели? Да, вроде бы суммы небольшие. Она сказала вначале или 4 тысячи, или 5 тысяч. Может быть, для кого-то это небольшое. Но извините меня, эти 4-5 тысяч можно потратить, пожертвовать кому-то на операцию, в детский дом, на какое-то нужное дело. Да даже просто вот общий анализ вообще своего организма пройти, обследовать себя. УЗИ, кровь, когда вы это делали? Вот это будет куда более важно. Поэтому не ведитесь на этих лохушек, которые вот это делают и считают, что все дураки. Конечно, сейчас посыпется, но не будет практик сам писать вконтакте незнакомым людям первое и говорить у вас то, у вас то, у вас то, у вас то. Такого аттракциона щедрости просто не бывает. Понимаете? Не будет. Вот такой вот момент. И что еще я хотела сказать? И по поводу Ютуба тоже меня берет дикое возмущение. Я не понимаю, люди. Нашла сегодня торолога и астролога. Человека. Зарегистрировался, между прочим, в июне месяце этого года и уже 22 тысячи подписчиков. Лицо ям человека из мест не столь отдаленных вышедшего. Вот это видно. Вот хотите, обижайтесь на меня, хотите, нет. Я понимаю, что любой может туда попасть человек. Я понимаю, что от этого зарекаться нельзя и не стоит. Но по лицу видно, да, чем он занимался и как он лохматил бабушку и так далее. Это видно. Хоть с лица воды не пить, видно, где он пробывал многие свои годы. Вот. И, да ради бога, но за один месяц 22 тысячи подписчиков с отвратительной трактовкой карт, с отвратительными совершенно, вот, вообще запасом, собственно говоря, по теме. Поэтому, дорогие люди, не ведитесь на количество подписчиков. Хороший специалист у него может быть и 100, и 200, и 300 подписчиков. И у абсолютнейшей шушеры, и абсолютнейшего вообще пустышки может быть и 20, и 30, и 40, и 50 подписчиков. Есть, конечно, люди, которые долго, упорно, своим потом, кровью, трудом набирают этих подписчиков уже много-много лет. Конечно, есть такие люди, я их лично знаю и уважаю. Но! Вот это вот шушера, я извиняюсь, которая за месяц по 20 тысяч набирает, просто платится за 1 тысячу рублей, платится за 1 тысячу подписчиков 1 тысяча рублей. Вот хотите быстреньких подписчиков мёртвых душ, вперёд! У меня тоже может быть 22 тысячи подписчиков через месяц. Но я против этого. Это, мягко говоря, нечестно. И я надеюсь, что вот это видео поможет каким-то образом людям немножко включить мозги, включить голову. Я ещё хочу сказать, никогда теперь уже в контакт себе не буду добавлять, пока вы не скажете цель добавления. Кто вы? Для чего вы? Да, потому что так мне не надо. У меня есть нормальные люди в контакте, их у меня 98% нормальных и адекватных в друзьях. И они мне, получается, будут по ним ходить, портить моё имя, мою репутацию, потому что этот человек у меня тоже в друзьях, и неизвестно, что предлагать моим людям. Поэтому, пожалуйста, проверяйте, не добавляйте кого зря к себе в контакте, не добавляйте кого зря к себе в фейсбуке и так далее. Ну, вот такое видео было. Будем надеяться, что оно было полезным. Будем надеяться, что вы меня поддержите. И, конечно, если вот ещё раз так будет продолжаться, что вот человек пишет моим каким-то людям, кто у меня в друзьях, предлагает свои услуги, я просто буду жать жалобу. Потому что это ненормально. Никогда вы не увидите парикмахера, который на улице увидит человека, скажет, слушайте, да у вас отвратительная стрижка, идите ко мне. Или врач там услышит, человек кашляет, идите ко мне на приём, давайте зубы вам полечим. Не будет, потому что если ты работаешь, люди идут на тебя, и люди идут к тебе. С вами была я, Ритка Гадалка, канал Иронична Таро. Поэтому подписывайтесь на канал и никогда не забывайте здравый смысл. Никогда не забывайте включать критику и понимать, что ну не бывает такого, что вот сегодня акция именно для вас. Дед Морозов не бывает, никому ваше счастье и везение не нужно, тем более первым никто писать не будет. Потому что эти люди очень-очень заняты, очень-очень изматываются и устают. Я сама от раскладов тоже устаю. А если бы я вела ещё практику магическую, я бы просто не представляла, когда бы я это всё делала. Так что если вы видите, что ваш практик постоянно находится в контакте, постоянно не выключая и говорит, что он практик, что он работает силами, это, мягко говоря, может быть не совсем правда. Ну, на этом всё. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok